Здравствуйте, уважаемые студенты, философия искусства лекция сегодня и мы поговорим о том, что такое искусство, что значит философия искусства, каково же предназначение искусства и морфология искусства и соотношение классического и романтического в искусстве, а также попробуем понять, что такое художественная деятельность. Для этой лекции нам будет удобнее работать со слайдами, поэтому я вам предлагаю перейти в такой режим работы. Итак, у вас на экране план, по которому мы будем работать и предлагаю перейти. Эстетика – это философская дисциплина, которая пытается ответить на вопросы, в чем сущность эстетического измерения человеческой жизни. Человеческая жизнь протекает в индивидуальной, также и в социальной сфере, и она одновременно разворачивается в нескольких плоскостях, и эти плоскости пресекаются между собой, взаимно пресекаются. И как раз таки эстетика исследует одно из таких измерений, эстетическое. Давайте все-таки попробуем понять, что значит искусство. И у вас на экране определение искусства – вид духовного освоения действительности человека, которое ставит целью формирования и развития его способности творчески преобразовывать окружающий мир и самого себя по законам красоты. Под искусством обычно понимают художественное творчество в целом, которое включает в себя литературу, архитектуру, скульптуру, ну и другие разновидности человеческой деятельности. Ну, изучением искусства так, из закономерности эстетического освоения мира занимается эстетика, и у вас на экране определение этого термина. Это греческое слово «эстетика», которое переводится как «чувственный», «почувствующий». Это философская наука, которая изучает эстетическое «е», как специфическое проявление ценностного отношения между человеком и миром. Как особая дисциплина эстетика вычленяется в XVIII веке, и впервые этот термин вводит Александр Баумгард. И он предлагает эстетикой называть науку о чувственном знании. И вот эта наука, по мнению Баумгардена, является низшей теорией познания, которая дополняет логику. Предлагаю привести в пример определение Эммануила Канта, который говорит, что эстетика — это наука о правилах чувственности вообще. Наряду с этим в немецкой классической философии в XVIII, первой половине XIX века развивается понимание эстетики как философии искусства. И это определение закрепляется у Гегеля. Итак, предметом эстетики выступают законы эстетического освоения действительности. По-другому можно сказать, что это законы освоения мира по канонам красоты. И традиционно главным объектом исследования эстетики является искусство, в котором эстетическое освоение мира проявляется наиболее полно, наиболее непосредственно. И Гегель считал, что искусство — это царство прекрасного. Ну, в истории эстетики природа искусства понималась по-разному. Если вспомнить античность, то в античной эстетике сущность искусства предлагала такое определение, как немесис. Катарсис — это определение Платона, то есть подражание природе. И искусство ставит пред художником задачу воспроизведения совершенной красоты. Например, это классическая скульптура, как воплощение прекрасных человеческих тел. И искусство как катарсис — это определение Аристотеля. И катарсис обозначает очищение от страстей человеческой души в результате воздействия на нее художественного произведения. Аристотли считал, что представленная зрителю трагедия возбуждает ужас и сочувствие, и это способствует выходу страстей и очищает душу, оздоравливает ее, то есть наступает то самое состояние катарсис. В XVIII веке Кантом и Шиллером, а в XX веке Хейзингом разрабатывается взгляд на искусство как на игру. Игра и искусство сближаются по таким характеристикам, как свобода деятельности, как перевоплощаемость и получение наслаждения. И цитата Хейзинга из игры, которая уже есть у животных, происходит не только искусство, но и вообще вся культура. Среди же видов искусства наиболее полно игровое начало воплощает поэзия, как игра поэта со словами, звуками, ритмом, смыслами. Гейгель говорил, что искусство должно выражать божественное абсолютное начало, однако в отличие от науки и философии, делает оно это в чувственной форме. Зигмунд Фрейд в своем психоанализе говорил, что искусство — это чудесный дар, на время облегчающий человеку тяжкую ношу бытия. Искусство — это так называемый легкий наркоз, который дает мимолетное отвлечение от тяга от жизни. Искусство возникает из одухотворения сексуального влечения, когда невозможно нормальное удовлетворение потребности. То есть искусство — это результат сублимации, отвлечения сексуальной энергии, которым, или иначе говоря, либидо, несвойственной ей изначально, но более достойное русло художественного творчества. Были и иные трактовки искусства как общение, как творчество прекрасное, как чистая форма, как прием. То есть до сегодняшнего дня нет общепринятого понимания сущности искусства. И оно продолжает быть неисчерпаемым и неподдающимся полной рационализации со стороны науки. Вопрос о предназначении искусства связан с одной стороны с вопросом о его смысле, то есть конечной цели в исторической или космической эволюции, с другой — с вопросом о функциях искусства в жизни общества и человека. Ну, если говорить о смысле и конечной цели, то здесь философы разделяются на три основные группы. И сторонники первой группы полагают, что искусство имеет космическое или метафизическое значение, или по-другому, на религиозное или, может быть, даже иное, высшее надчеловеческое значение. И, в частности, у вас на слайде определение Соловьева. И в своей работе «Общий смысл искусства» он обосновывает тезис «Красота спасет мир». По его мнению, эстетическая задача совпадает с религиозной. Художественное творчество выступает разновидностью теоргии. В других концепциях, например, в марксизме, смысл искусства — служение обществу. В частности, он связывает с воспитанием людей, облагораживанием нравов, пропагандой тех или иных ценностей, например, социалистических или буржуазных. И третья группа концепций представлена сторонниками чистого искусства, девиз которых — «Искусство для искусства». И представители Кандинский, Уай, Побер. И здесь искусство рассматривается как автономная сфера самореализации человека, ценная сама по себе и не служащая никаким интересам, кроме самовыражения художника. То есть это некие эксперименты с чистыми формами. Что касается, собственно, функций искусства, то как любая форма духовного освоения мира, ну, например, философия или религия, искусство выполняет познавательную, воспитательную, терапевтическую функцию. Поиск красоты в разных формах существования бытия породил разные виды искусств. И, например, поиск красоты в пространстве породил изобразительное искусство. Например, поиск красоты во времени породил искусство, которое связано с непродолжительным существованием, да, например, музыка или риторика. Поиск красоты в движении породил такие искусства, как танцы, гимнастика. Поиск красоты в материи породил такие искусства, как архитектура или скульптура. То есть, иначе говоря, структурно оформленная реальность дает возможность для эстетически одаренного сознания субъекта выстраивать иерархию искусства, ценность которого для отдельного человека или для группы может быть различна. И действительно, едва ли не первым среди всех зарождающихся искусств стали иероглифы, да, ведь иероглифы – это прародители изобразительного искусства. Иероглифы, как первые картинки, знаменуют собой эстетическое освоение пространства, выражающее себя в реальности. Затем человек стал нуждаться в членораздельных звуках, которые порождают речь. И из этого вытекают звуковые искусства. Ритуальные танцы первых людей стали причиной возникновения искусств, связанных с пластикой и грациозностью. И с появлением инструментов люди осваивают грубо материалы, появляется архитектура и скульптура. Деление чувств на внешнее и внутреннее является основанием для того, чтобы… Основанием для того, что эстетика делится на идеалистическое и материалистическое направление восприятия. И прошу вас здесь обратить внимание на данный слайд. Для идеалистов образ прекрасного является атрибутом умопостигаемой реальности, куда телесным чувствам проникнуть не под силу. Зато материалистически настроенные мыслители полагают, что прекрасное, телесно-чувственно воспринимаемо и принадлежит миру природных форм. То есть деятельность человека, связанная с попыткой выразить свой внутренний мир и переживания в художественных образах, и рождают искусство. То есть искусством становится вымышленный мир человека, когда свои результаты познания мира он приносит на холст, на ноты, на рифму. То есть, иными словами, искусством является вывернутая наизнанку душа художника, пытающаяся увековечить в эстетических образах свою мимолетную, чувственно-эмоциональную сферу. Искусство превращается в альтернативу грубой действительности. И поэтому искусство охватывает не только ускользающую от поверхностного взора красоту, но и перестраивает мир на свой лад. И именно это делает творческую личность богоподобной. Да, и если бог промышляет мир в проведении, то человек занят тем же в искусстве. Бог передает свою свободу человеку, который творит новую реальность. Художник, оставаясь под мастерьем бога, дополняет материальный мир идеальным, возвращая ему целостность. Ведь без искусства мир также не обрел бы своей законченности, как мастер не создал бы своей школы без учеников. Далее, морфология искусства — это учение о строении мира искусства. Его задача сводится к двум основным. Во-первых, обнаружить все существенные уровни дифференциации художественно-творческой деятельности. И второе, выявить координационные и субординационные связи между этими уровнями. Ну, эти задачи были поставлены еще в античности. Но нужно сказать, что и сегодня к ним ненасколько близко к ответу не подошли философы. То есть, впервые виды искусства выделяют еще греки. В период Ахайки — это восьмые и седьмые декады н.э. И девять видов искусств они связывают с девятью музами, которым покровительствует Аполлон. Деление искусства на виды, роды и жанры впервые осуществляет Аристотель. И он сформулировал основные принципы всякого морфологического анализа искусства. Обобщая достижения и опыт всей эстетики, мы можем построить следующую классификацию искусств. Во-первых, искусство первоначально делится на три класса. Пространственные, временные и пространственно-временные у вас на слайде, обратите внимание. Во-вторых, классы делятся на два семейства, изобразительные и неизобразительные. И в-третьих, все искусства делятся на простые и сложные. В целом, современная эстетика насчитывает несколько десятков видов искусств, которые еще и ко всему имеют разновидности. Что касается классического и романтического, дуализм классического и романтического пронизывает всю историю искусства, начиная с античности и вплоть до сегодняшнего времени. Это два фундаментальных типа искусства, которые радикально отличаются друг от друга мироощущения. И поэтому они, конечно, имеют разные средства выражения. И не следует отождествлять классическое и романтическое с классицизмом и романтизмом. Итак, классическое искусство характеризуется ясностью и законченностью форм, симметричностью, статичностью. И оно апеллирует к разуму человека. Романтическое искусство, напротив, отличается, напротив, отличается такими чертами, как таинственность, изысканность. И впервые вот эти различия, как раз нам указывает на них Фридрих Ницше, да, в своем произведении «Рождение прагедии из духа музыки». Он противопоставляет Аполлоновское и Дионисийское начало в истории культуры и искусства. Он противопоставляет светлое, разумное, созерцательное Аполлоновское начало темному Дионисийскому. Вот чередование этих начал, их борьба друг с другом и попеременное господство и составляют основной закон эволюции искусства. И здесь, здесь. На этом все, уважаемые студенты. Жду вас на семинаре. Всего хорошего.